Во Владимире подвели итоги 10-го открытого фестиваля любительского короткометражного фильма «Киностарт». В этом году в конкурсе приняли участие режиссеры из 19 регионов России. Всего было прислано на суд жюри 95 работ. Фильм «Живая лаза России. Варишь» телеканала «Видное ТВ» получил высшую оценку жюри и стал победителем в номинации «Короткометражный документальный фильм». Семейное путешествие в Нижегородскую область превратилось в увлекательные съемки фильма о жизни людей в российской глубинке. Интересные истории, рассказанные жителями, села Варишь были сняты на мобильные телефоны. Представьте песочницы. Песка много и каждая песчинка, кажется, ничего не стоит. Можно так сказать, наверное, про любую деревню, про любой город, но это не так, потому что как раз из таких песчинок, городов, деревень, людей, которые в них живут. И состоит наша Россия. Большинство участников фестиваля – любители, но, по мнению жюри, уровень растет, чему способствуют мастер-классы опытных в кинопроизводстве людей, а также самообразование. Были картины, в которых уже есть элементы искусства, творчества, то есть, которые уже включают зрителя, интересные, то есть ты попадаешь в какой-то новый мир, в новую обстановку, какие-то герои, какие-то события. И есть ли вот то неуловимое, что называется искусство. На подведение итогов фестиваля, к сожалению, многие не смогли приехать, поэтому смотрели церемонию в прямом эфире. Организаторы учреждения «Киноцентр» при поддержке Министерства культуры Владимирской области готов и в будущем продолжать проведение фестиваля.